В бессонном карауле они и днём, и ночью. Невзирая на дождь, слякоть, метель и мороз, представители этого ведомства спешат на службу, чтобы прийти на помощь тогда, когда кажется, что всё потеряно и выхода уже нет. Меняется время, меняются и способы борьбы с преступностью. Новые технологии активно внедряются в жизнь, в том числе и в работу правоохранителей. Совершенствуется материально-техническая база, обновляется военный арсенал. Однако не меняется то особенное, в каком-то смысле трепетное отношение к своему делу, к работе, которую правоохранителям нужно выполнять не просто качественно, а высокопрофессионально. Изменилась система раскрытия преступлений, техника много помогает. В наше время мы не знали, что такое сотовые телефоны, что такое работа по компьютерам, по видеокамерам наблюдения. Сейчас намного лучше. По телефонам можно определить местонахождение преступника, находился ли в зоне совершения преступления в это время, можно его вычислить. Празднование знаковой даты началось на площадке перед памятным знаком сотрудникам ОВД, погибшим при исполнении служебного долга. В истории всегда есть место подвигу. Сегодня в списке героев, стоявших насмерть, более полутора сотен человек. Тех, кто так и не вернулся домой, отдав свою жизнь за мир и спокойствие граждан. Берестейские милиционеры мужественные и сильные, мудрые и ответственные. Подтверждение тому – лидирующие позиции по итогам за год. Для нас, для милиции Брещины, 15-й год сложился достаточно успешно. Уровень преступности на территории области продолжает оставаться самый низкий в республике. Хоть мы немножко, на несколько процентов добавили, но это практически не сказалось на криминогенную ситуацию. Раскрываемость преступлений, особенно тяжких видов и особо тяжких, она лучшая в республике. Юбилей – это, безусловно, хороший повод сказать спасибо тем, кто исправно трудился все эти годы, кто не жалел себя, подставляя грудь под пули, понимая, что за спиной жизни и судьбы людей. В торжественной обстановке лучшие из лучших были удостойны высоких наград. Хочу сказать вам спасибо за то, что город Берест на самом деле – это спокойный город. Хочу констатировать, что у нас нормальные рабочие взаимодействия. Я хочу каждому в этом зале прожить столько дней, сколько исполнится скоро белорусской милиции. А для этого нужна гармония, гармония с собой и гармония с профессией. Я думаю, что все для этого у нас есть. В наградном списке большое количество офицеров, которые за долгие годы успели не раз доказать не только себе, но и людям, что не зря пришли в эту профессию. Среди них и Александр Кендыш, начальник изолятора для временного содержания Ляховического РОВД. «Может, просто удача со мной», – признается майор милицейской службы, подтверждая и этот факт двойным выигрышем автомобиля в лотерее. Однако большое количество наград на его груди – вот яркий итог успешной работы длиною практически в три десятка лет. В органах внутренних дел я служу с 1987 года, начиная с милиционера-конвоира и по настоящее время в должности начальника ВС. То есть 29 лет прослужил в одной службе, и с них 26 лет начальником изолятора временного содержания. Сотрудники Управления внутренних дел, мужественные хранители нашего благополучия и безопасности, как правило, встречают свой праздник на посту. Однако такие даты – хороший повод сказать им спасибо за тишину и спокойствие ночных улиц, за возможность трудиться, не беспокоясь за безопасность своих близких, за добросовестный труд и верное служение профессии.